На пятое заседание Совета в области охраны окружающей среды при интеграционном комитете Еврозес в Сочи прибыли чиновники от экологии из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Совещание в Сочи решили провести не случайно. Здесь реализованы уникальные для России экологические проекты. Государство-члены Еврозес больше всего заинтересовала программа утилизации отходов и рекультивации свалок. Вопросы, прежде всего, конечно, работа с отходами, нормативно-правая база и технологии, которые сегодня позволяют извлекать то, что осталось еще в отходах. Отходы из ограждения, это как бы нам досталось наследство еще от Советского Союза, когда, в общем-то, эксплуатировали хищнические имеющиеся ресурсы. И сегодня стоит большая проблема уничтожить эти отходы. И в этом наша главная задача – найти какие-то общие подходы. Экологические проекты, которые реализовали в период подготовки к Олимпиаде, положительно сказались на окружающей среде. Это показатели постолимпийского периода. Это и восстановление после стройки природных ландшафтов, рекультивация свалок, проект «Ноль отходов». Программы будут работать и дальше, отметил российский министр. Планируем продолжить вопрос, связанный с реабилитацией Мзымты. У нас есть объекты здесь, связанные с постолимпийским периодом и рекультивацией ряд карьеров. Мы продолжаем проект по реабилитации переднеазиатского леопарда. То есть четыре котенка родилось совсем недавно. И нам нужно продолжать. У нас в любом случае планы на большую популяцию. Экологические олимпийские проекты возьмут на вооружение не только в регионах России. Ими всерьез заинтересовались члены Еврозес. В заключении заседания было подписано соглашение о сотрудничестве. В следующий раз в таком составе министры экологии соберутся в сентябре в Киргизии. А завтра члены экологического совета примут участие в посадке саженцев на территории Сочинского нацпарка. А Сергей Донской вручит награды сотрудникам Кавказского биосферного заповедника в связи с 90-летием особо охраняемой природной территории.